Историческое решение. Жители Ирландии проголосовали за отмену запрета на аборты. Почет после референдума все еще продолжается, но по результатам экзитполов за легализацию абортов проголосовали вдвое больше людей, чем против. Что это означает для страны, знает Светлана Чернецкая. Мы это сделали! Танцы и пляски на улицах Дублина. Сторонники права на выбор начали праздновать еще до оглашения официальных результатов референдума. Голосование состоялось вчера, а подсчет бюллетеней начался сегодня в 9 утра. Но по данным экзитполов, компания за отмену запрета на аборты набрала вдвое больше голосов. Я переполнена эмоциями, очень счастлива, ведь ждала этого так долго. Это огромная победа для женщин, для мужчин и для следующих поколений. Прекрасная новость. О важности этого вопроса для страны свидетельствует рекордная явка. На участки для голосования пришло больше людей, чем на предыдущих парламентских выборах. Многие ирландцы специально прилетели из разных уголков мира, чтобы высказать свое мнение. У нас нет такой опции, как проголосовать по почте, поэтому многие вынуждены возвращаться, чтобы принять участие в референдуме. Многие студенты не могут себе позволить приехать на выходные. И я знаю, что люди помогают друг другу деньгами. Я лично купил билеты двоим и очень рад, что они смогут проголосовать. Это были долгие месяцы агитации. Ирландия – традиционная католическая страна. И ее законодательство в отношении абортов – одно из самых строгих в мире. В результате за прерывание беременности женщинам здесь грозит до 14 лет тюрьмы. Даже в случае изнасилования, инцеста или смертельной болезни плода здесь обязаны рожать. Исключение – только угроза для жизни матери. Противники абортов признали поражение, но собираются бороться дальше. Это очень грустный день для нас. До этого времени в Ирландии действовал запрет на аборты. Это была защита для матерей и спасение ни в чем не повинных жизней. Запрет на аборты закреплен в Конституции страны. И следующий шаг – отмена восьмой поправки. Теперь женщинам разрешат аборты до 12 недель беременности. А в исключительных случаях, к примеру, тяжелых пороках плода – до 23 недели. Ирландия в очередной раз показала – она отходит от консерватизма. Три года назад страна стала первой в мире, где узаконили однополые браки. В прошлом году она получила первого в истории открытого гомосексуалиста в качестве премьера. И сейчас легализировала аборты. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности – Британское бюро телеканала «Интер». Валентин Белич. Продолжение следует...